Всем привет! Это я, Лариса. Кто уже со мной знаком? Доброго-доброго дня! Я выпустила, когда последнее видео свое, я, конечно, рассчитывала на просмотры, комментарии, поддержку, потому что, когда в таком состоянии, я веду свой канал о депрессии, о выходе из этой депрессии. Вот. Если честно, я не ожидала столько комментариев. Спасибо большое за поддержку, потому что многие мне очень хорошего и полезного советовали. Очень много полезного. Если бы я этот канал не вела, даже много чего я и не знала. Много каналов, которые... Один канал мне посоветовали с медитацией. Да, я могла это все сама найти. Я могла все это сама сидеть и в интернете, как говорится, искать, что я и делаю. Но когда тебе конкретно говорят, вот это, вот это и вот это, конечно, это еще лучше. И так, о выходе из депрессии я два дня не снимала, чувствовала себя не очень, настроения вообще не было, да еще погода этому способствуется. Хотя на улице сейчас у нас резко. В Нюрнберге стало 14 градусов. Для меня даже прохладно. Я люблю более теплую погоду, комфортнее. Перепады с 30 градусов до 14, мне кажется, тоже влияют. Вот, хотела кое-что ответить на некоторые комментарии, которые мне писали. Насчет, допустим, мейкап сделать или по уходу за собой. Да, я согласна. Я согласна, что надо в любом случае стараться следить за собой. Надо что-то предпринимательное опускать в руки. Но бывают такие моменты, что тебе действительно ничего не охота. Просто не охота. Что я могу еще сделать? По старой привычке, как говорится, я это делаю и утром, и вечером. Естественно, умыть свое лицо. Потом взять, допустим, серую, хворон, там серую, да, лицо. Потом могу мой любимый крем, вот этот. От Estee Lauder. Могу вот, как сейчас, вот блеск для губ, да, сделать. И то, когда я дома сижу, конечно, нет, но когда на улицу выхожу, могу. Или блеск для губ, или простую гигиеническую. Помаду, Лабелла, да, например. Да, бывают такие моменты, что я еще такой могу крем залиться. Оно, простой крем, да, добавить. И все. Насчет, чтобы краситься. У меня никогда такого не было, чтобы я мекапы делала. Да, ресницы наращивала, я уже вам говорила в предыдущих видео. Наращивала волосы раньше. А потом к этому просто у меня пропал интерес. Я знаю, что это плохо, может быть, для меня самой. Потому что раньше было совершенно другое. И я все время выходила из дома, мекап такой я и делала. Сильный такой вечерний. Но немножко, конечно, я всегда приводила себя в порядок, скажем так. Сейчас, да, у меня такая фаза, что я просто не хочу. Понимаете, не хочу. Если я сижу, допустим, так целыми днями дома, у меня даже интереса к этому нет. У меня пропал к этому интерес. Я не знаю, когда я выйду с этого. Да, я стараюсь. Я стараюсь выйти. Я начинаю себя поддерживать хорошими мыслями. И фантазировать о чём, что я всегда мечтала. Хотела бы жить у горя где-нибудь, да. Кто не хочет. В Турции. В Киргизии далеко, я объясняла. Я родилась в Киргизии. Это моя любимая родина. Я оттуда уехала в 94-м году с моим первым бывшим мужем. Он этнический немец. Его вся семья. Я там единственная среди них была, как белая ворона. Потому что я не немка по происхождению. Потому что вот ещё один комментарий был, что за 30 лет я должна уже знать, что коренные немцы нас не воспринимают как немцев, а мы для них русские. Для этого мне не надо было этот комментарий писать. Я, может быть, не так выразилась. Я знала, что коренные немцы нас никогда не будут считать немцами. Мы для них русские. И я не против этого, потому что я сама русская. Я в Германии была в два раза Арбетсгерихте. Один первый даже суд был, который ещё тогда плохо знала немецкий язык. Я только в Германии тогда была, наверное, 4 или 5 год. Как раз мой сын, сыну исполнилось 3 года, он пошёл в садик, и я вышла на работу. И там очень строго были. Там у нас была не коренная немка. Я не знаю вообще, сохранились ли коренные немцы где. А там были румыны. Эти румыны, естественно, которые много лет уже живя в Германии, говорили по-немецки, были нашими шефами. Они, конечно, запрещали нам, русскоязычным, говорить на русском. Во время работы я понимаю, что говорить это бессмысленно, если ты будешь жить и шефом, который по-немецки говорит, говорить и обращаться к нему по-русски. Это, конечно, нелогично. Но когда ты сидишь на паузе, когда ты где-то по телефону говоришь, сам собой, да, я имею в виду по телефону, приват, никто не имеет права тебе запрещать на твоём муторшпрах, на твоём языке. И кто бы мне что ни говорил, я всегда боролась за себя. Я вам говорила, что меня бабушка воспитывала, и я привыкла сама за себя бороться. Потому что знала, что меня никто не защитит. Мне надо самой себя защищать. И я была на суде. Первый Арберский рейх, я очень боялась, но я всё равно прошла это всё. И тогда я никогда не забуду, когда мы были уже на суде. И судья, наверное, тоже кореновый немец. Хотя мне вообще всё равно было всегда национальности. Он сказал адвокату фирмы, с которой я судилась, что никто не имеет права запрещать говорить на муторшпраха. Никто. Поэтому я это всё прошла. Я второй суд здесь выиграла. Я два суда Арберский рейхта выиграла. И я по натуре всегда была борцом. Хоть в любом смысле. То, что сейчас со мной происходит, я сама себя не узнаю. Что со мной происходит, почему со мной такое случилось. Что я последний, скажем, окей, с 2018-го у меня началось помаленько. А последние два года я просто сама себя не узнаю. И национальность здесь не имеет никакой роли. Мне, например, национальность всё равно. Понимаете, всё равно. У меня даже вот свидетельство моё рождение, какого-то кино. У меня вообще тут стоит, что у меня папа русский, а мама украинка. Понимаете? Мы так раньше жили. Многие живут сейчас. Всякие смешанные браки. То, что я попала в семью этнического немца. Да, так случилось. Да, мы приехали сюда, в Германию. Меня сюда, как, как. Конечно, все всегда думают, Германия, вау, супер. Если честно, честно. Это даже не врать, зачем. Я полгода приехала беременна. В этом родила своего сына. Я плакала, я хотела обратно. И потом я своим детям всегда говорила, что Германию я не адаптировалась до сих пор. И что рано или поздно, когда дети мои вырастут... Всем детям привет. Они все смотрят мой канал. Инна Александровна Ивановна. Что я не останусь жить в Германии. Сейчас эмоции. Не знаю почему. Вроде бы таких предпосылок нету. Чтобы я сейчас сидела и ревела. Но у меня почему-то это происходит. Я, конечно, извиняюсь. Эмоции. Вот так вот со мной происходит. Один день я могу нормально быть, а потом я проваливаюсь в какую-то, я не знаю. У меня даже сохранился, представляете, паспорт Союз Советских Социалистических Республик. Да. Это когда мы приехали в Германию. Это как мой паспорт был. Когда в Германии, тут даже у меня виза стоит. 94-й год. Естественно, это киргизский. В Киргизии было выдано, потому что я родилась во Фрунзе тогда. Сейчас это Бишкек. И я родилась в Киргизии. Хотя я еще стояла, да? В СССР. Вот. А сюда, когда мы приехали, я не знала, естественно, языка. Учила я английский язык в школе. Вот. А немецкий мне давался. Ясно, как это любой другой чужой иностранный язык тяжеловато. Но я смотрела только немецкое телевидение. Тем более я в декретном отпуске была. Я смотрела все мультики, все такие анимационные фильмы. С моими детьми. Моей старшей дочери тогда было 4,5 года. Я как-то вошла в эту, скажем, жизнь. Я ее, естественно, акцептировала. Потому что для меня все здесь было чужое. А потом, скажем так, все, что делал, ну, как семья моего бывшего мужа, я это принимала, потому что я никакие законы, ничего не знала. И в 96-м году я получила немецкое гражданство. И статус, что я немка. Хотя к немцам я никакого отношения не имею. У меня седьмой параграф. Вот. Это как... Я уже писала в комментариях, может, кто-то понял, но я не понял. Я как от бывшего мужа получила как наследство, да, свою национальность, паспорт. И все у меня сейчас стоит дойчь, немецкий. Язык. Если я говорю по-русски, или кто-то мне там написал смешанный, да, язык. И здесь за 30 лет ты будешь со смешанным языком говорить. Проживя 30 лет, и если ты на работе, ты должен говорить по-немецки. Как ты придешь на немецкую фирму, и ты не будешь говорить на немецком языке. Многие не говорят. У нас есть очень много женщин из бывшей Югославии, которые не говорят. Есть очень много женщин-румынок, которые не говорят. Но все равно мы им помогаем. У нас нет такого озлобления насчет языка. Нету такого. И слава богу, на той фирме, которой я сейчас работаю, нету такого, чтобы тебя из-за языка что-то запрещали. У нас есть те женщины, которые говорят по-турецки. По-польски, по-румынски, группы, да, женщин. И никто никогда не подойдет и не скажет. А ну-ка перестань говорить на этом языке. Что было со мной? Из-за чего я первый раз пошла в суд? Большинство такое было. Поэтому я это все прошла. На языке я говорю, пусть я не говорю, может быть, перфект, я говорю с акцентом. Потому что ты, когда родился и, скажем, почти до 30 лет говорил на русском языке, то выучить в другой стране язык – это очень тяжело. Но я на нем говорю. Понимаю я сто процентов. Понимать всегда быстрее, чем говорить. И поэтому я всегда себя акцептировала и акцептирую, что я по крови русская. Я никогда не стеснялась никогда никому говорить, что я русская. Я родилась в Киргизии при Советском Союзе. И какой я в то время как жила, и все помнили 90-е года. Как это вообще, кто прошел это, кто знает. Как это было тяжело. Развал Советского Союза. И какой хаос там творился. Естественно, все искали жизнь полегче, как и любой нормальный человек. И семьи еще там, где лучше это было и будет, мне кажется. Вот это вот переселение народов, оно всегда было. Оно так и останется. Назовите мне хотя бы один какой-нибудь период, когда не было войн. Мне кажется, нет ни одного века, в котором бы не было войны или переселения народа. К сожалению, мы люди, наверное, так устроены, что нам самоуничтожение, или я не знаю, что мы друг друга истребляем. Мы хотим постоянно чего-то другого. И мы это делаем. Заставляют ли нас это политики делать, заставляют ли нас это кто-то еще с чем-то, какой-то религией, или с чем это связано делать, эти всякие крестовые походы, или что было. Но это было, и это будет. И мне кажется, это никогда не остановится, пока человечество существует. Почему я сейчас затронула эту тему, что если мы сюда приехали, как русскоязычные, или как нас называли, я не сама придумала русские немцы. Я сюда в 94-м году приехала, и нас так уже называли. Это не я придумала. Я даже не знаю, кто это придумал. В большинстве случаев, да, были немцы, которые были с России. Или, как говорят, повозские немцы. Вот, допустим, моя бывшая свекровца, свекровка, да, они родились в Омске. Но с Омска они переехали в Киргизию, там, где родился мой бывший муж. Поэтому люди всегда куда-то уезжали, где им, естественно, комфортнее и где им лучше. А я приехала, грубо говоря, как прицепом с ними. Ну, такова жизнь, что сделаешь. Насчет моего разговора, как я говорю. Да, может быть, я неправильно говорю. Может быть, я некоторые слова не выговариваю, так интеллигентно или как литературно. Но мой канал не о, как сказать, грамотности, о русском языке или немецком языке. Мой канал мой я создала только для того, чтобы общаться с людьми и выйти из депрессии. Не знаю, сегодня чуть-чуть, наверное, не сегодня уже третий день накатила. То, что я сейчас вот это всё показывала, это не то, что я оправдываюсь, я просто хочу, ну, как объяснить людям некоторым, которые не пишут комментарии. Я считаю, это и есть диалог, да. Если я этот канал создала как диалог, как общение, я и общаюсь. Я просто разбираюсь в себе, с какого, извиняюсь, хрена. Я уже буду говорить, как оно есть, потому что насчёт грамотности или культурности, я не знаю, или как это написали, что язык весь смешанный, ах, разговорная речь какая. Я такая, какая есть. Если где-то есть каналы, которые очень вам культурно или так интеллигентно говорят, как-то, я не знаю, в английской фамилии, королевской семье, но это уже другие каналы у меня, это мой канал, и я, естественно, говорю так, как я могу или как я хочу. Вот, в этом, наверное, есть смысл моего канала, всё-таки разобраться, да, разобраться, выговориться. Мне пишут очень много людей, которые сами в такой ситуации. Если вы меня смотрите, спасибо вам за то, что вы написали мне комментарий. Я знаю, что, естественно, я не одна такая, что каждому нужна по-своему поддержка. Надо, каждый человек, он индивидуален, да. Но вот эта тема депрессии, мне кажется, это очень серьёзная тема, очень. Если кто-то говорит, а, ничего страшного, выйди там на работу или наши, там, скажем, бабушки, дедушки, им тяжелее было, да, им было тяжелее. Ну, а они тоже проходили эту депрессию, просто не было такой возможности сесть и поговорить. Говорить не было. И это, наверное, считалось, не дай бог. И психологов я, честно, не помню, чтобы моя бабушка, она мне, например, про психологов что-то говорила. Ну, не было такого раньше, это, может, позже пошло эти психологи. А в 70-х годах, что было раньше, не узнаю, но я знаю свой возраст. Я в 71-м родилась и, скажем, я пошла, когда в первый класс был, 78-й год. Я не помню, да, что у меня бабушка что-то говорила психологов, но я знала, что тоже ей тяжело. Она меня воспитывала одна и также была на пенсии, ещё и подрабатывала. Сегодня я просто некоторые комментарии разбираю и просто объясняю, да. Всю эту ситуацию. И я ещё раз повторюсь, и я уже говорила моим детям, в Германии я всё равно не останусь жить. Ну, не прижилась я. В сердце у меня эта страна. Только не надо говорить, что я здесь до сих пор живу, надо уезжать. Я уеду тогда, когда это будет возможно. Я всегда здесь работала. Я до сих пор работаю. Налоги я своим плачу. Пенсионную страховку, рента ферзихеронг, кранкин ферзихеронг, медицинскую страховку, флеги ферзихеронг, да, на помощь. Я ещё сейчас стала больше, мы стали платить, налог повысился. Я плачу все-все-все налоги, которые есть в Германии. Потому что я должна буду работать до 67 лет по новому закону немецкого правительства. Я всё это акцептирую. Но если я акцептирую законы немецкого правительства, то я также имею право сказать своё слово. Чтобы не было такого, потом я знаю, вот Германия, она лучшая, она вам дала. Она мне ничего не дала. Мне она ничего не дала. Я здесь, а сколько живу, я сама себе на всё зарабатываю. Мне здесь никто ничего в красотах не даёт. Нету такого у меня. Может, кому-то что-то не получается, но всё здесь надо. Так же, как и везде, работать. Стабильность может быть какая-то. Может быть, стабильность. Я с этим не спорю в социальной сфере. Стабильность есть. Но я вам ещё расскажу. Вот у меня, которая подруга живёт в Киргизии, она живёт, скажем так, лучше, чем я. Лучше, чем я, хотя она осталась и в Киргизии. Понимаете? Поэтому не надо никогда сравнивать страны, потому что каждая жизнь, естественно, устраивается по-своему. В Германии очень много есть русских немцев, я всё равно их так дальше буду называть, которые живут прекрасно. У них собственные дома. Они в комфорте. Они вообще даже не задумываются, допустим, уехать с Германии. А у меня это было с самого начала. С самого начала это было. Я знаю, что рано или поздно моя мечта возбудится. Я буду жить около моря. Я буду жить. Вот это вот единственное моё сейчас направление, которое я хочу положительно фантазировать. Ой, сегодня у меня немножко эмоционально получилось. Ну, как говорится, раз на раз не приходится. Ну, а так, кому интересно меня слушать и вести диалог со мной, я очень этому рада. Ещё раз скажу большое спасибо вам за поддержку. Большущее. Я сама не ожидала, что столько людей мне напишут. А, скажем, плохих комментариев, естественно, не было. И злобных не было. Каждый имеет право писать, что он хочет. Каждый имеет право на своё мнение. Просто были такие, которые, может быть, не допоняли вообще, как говорится, кто я, зачем я, почему я. И, естественно, я постараюсь объяснять насчёт депрессионного состояния. Да, я много сейчас смотрю таких вот передач. Смотрю много. Даже в ТикТоке, да, есть такое, что ты смотришь, и там объясняют насчёт панических атак или внутренней вода страха или неудовлетворения в себе. Я это много смотрю. Тем более вот эти последние два дня, сейчас третий день, я нахожусь только дома. Я даже не ухожу на прогулки. Ну, иногда я хожу каждый день, я вам говорю, а иногда я вообще из дома выйти не могу. Вот не могу и всё. Хотя по жизни всегда была такая комсомолка, не, пионерка, комсомолка, активистка. Всегда старостой была в классе. Везде. Даже когда я в техникум поступила, везде была. А вот сейчас, не знаю, произошла такая фаза. Вот. Поэтому я сегодня буду заканчивать и ещё дальше ревью не буду. Надо успокоиться мне. Может быть, кому-то я ответила за счёт моего здесь статуса, как я живу, почему я здесь живу. Вот. Антипрессанты я ещё пью, потому что я хочу попробовать. Я просто хочу пройти сама, чтобы мне потом, естественно, пишут, лучше пить, лучше не пить, лучше психолог поможет, не поможет. Я хочу от А до Я всё пройти. Я хочу всё пройти, что связано с психологией. Ну, в смысле психология, с депрессией. Ну, и с психологом тоже. Я иногда, ну, как, с одной мыслью ухожу, может, на другую. Может быть, я неправильно говорю, но я ещё раз вам говорю. Я говорю, как я говорю, по-другому. Я не могу. Я разговариваю. Иногда я волнуюсь, да. Мне перед камерой ещё очень тяжело говорить. Очень тяжело говорить. Но я всё равно поворола себя и начала об этом говорить. Поэтому 19-го числа у меня будет первая встреча, первый термин психологом. Поэтому я хочу пойти к психологу. Я хочу пройти этот курс. Посмотрим, что она скажет. И также я хочу поехать на кур. Хочу на курорт поехать. Я хочу отдохнуть. Может, каких-то новых людей встретить. Я думаю, к тому времени мне станет после встречи с психологом. Надеюсь, конечно, надеюсь, лучше. Я хочу также войти в ту жизнь, даже не которая у меня была. Вот, честно, я хочу какую-то новую в эту жизнь. Я хочу что-то новое. Хочу новый период жизни. Хочу просто открыть дверь в новую, в новую жизнь. А потом будет море и любовь и наслаждение жизни. Так что всем спасибо, кто сегодня был со мной, кто смотрел. Надеюсь, слишком я залила слезами экран. Ну, такое тоже бывает у меня. Так что спасибо еще раз. И всем-всем, кто мне пишет и поддерживает, отдельное спасибо. Вы для меня становитесь как родные. Всем пока.